доброе утро следующее выключает микрофон потому что много твоего вентилятора у нас сегодня шестая беседа библии опять у нас сегодня такая такая обширная география от города салават башкирии это гузель тазиева москва химки ван секретов и лондон великобритания влад басов ну и здесь по середине на ближнем востоке значит я сегодня у нас такая беседа будет посвящена многим аспектам первое то о чем я хотим обычно устроиться на вопросах сегодня хотел на вопросы не передать ответы я как и все вы читал библию на русском языке ну так удобнее тому все-таки родной язык и для меня было непонятно вообще с чего вдруг у меня возник вопрос чего вдруг бог потопом значит на землю обрушился потому что читая шестую главу я вижу что сыны божьи на женились на дочерях потом они рожали мы сильных издревле славных людей чего вдруг собственно нужно было потопом это все уничтожать и и непонятно было мне да то есть я думаю что многим было непонятно хотите откройте шестую главу библии это такая переходный момент и пока я вчера просто не взял я я решил начать изучать библию наконец на иврите не не заглядывать в ивритские варианты прошу проверить а право правильно переведено на сильный дальний перевод а именно изучать и в ивритском варианте полностью да то есть перейти на чтение ивритского варианта если что-то непонятно на иврите то посмотреть в перевод и я вот никак не мог понять а с чего вдруг на самом деле бог решил всех значит там убить давайте читать с самого начала шестую главу значит шестая глава начинается со слов когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери ну для кого как а для меня человека живущего на ближнем востоке и знающий очень хорошо еврейскую традицию непонятно чего вдруг вспомнили что кто-то родил дочерей дочь до дочери вообще не упоминались никогда не в каких ни в каком наследии и и ни в чем связи с тем связи с чем здесь упоминается что родили дочерей женщин вообще не считали в наследник женщина от родителей не наследовала вообще ничего наследовала только мужчины и мужчина своим наследством должен был содержать женщину которым берет в жены поэтому количество дочерей здесь на ближнем востоке никогда не учитывался когда спрашивали сколько у тебя детей человек говорил пятеро имеется ввиду что у нее пятеро сыновей не могло быть там еще двадцать пять дочерей но сколько детей у него у него было пять сыновей и он говорил пятеро детей все остальные не в счет почему вдруг здесь написано что начали рождаться дочери и меня это очень заинтересовал ну поскольку я знаю что перевод у нас сильно дальний он очень сильно искажает вообще все что только можно было сказать здесь перевод ужасные на самом деле потому что он переведен написать всегда это перевод с русского на греческий а греческий до этого был переведён с еврита с древнего да то есть понятно какие там искажения тем более что в одном языке не хватает одних слов в другом языке не хватает других слов чем короче появилась катастрофа искажены все имена и его вернее хава стала евой вдруг непонятно из чего да там ноах стал ноем ну в общем вот такие вот делаем и меня вот восток поскольку да я хотел похвастаться наконец вчера получили из-за границы наши среди сертификаты об окончании первого года библейского колледжа по мессианскому мессианской программе вот так что я решил вчера надо взять и заглянуть значит в этот самый библию на иврите и почитать и самое главное что меня всегда интересовало еще до того как я принял иисуса господом своим я всегда меня все интересовало библия вся написано для того чтобы пришел мессия искупил мир от греха я дочитываю ветхий заведом называется на иврите тонах заканчивается книга малахи там написано что придет или я перед тем как будет страшный суд и и все а где мессия собственно кто такой откуда взялся почему его нет почему все тут вот каждый более менее такой харизматичный раввин какого-нибудь хасидского движения объявляется о мессии почему так столько много миссию одного еврейского народа и мне это было непонятно и когда я прочитал новый завет мне было все понятно да то есть я достаточно достаточно хорошо на русском языке достаточно хорошо понимал что написано в ветхом завете я считаю новый завет для меня все понятно иисус это мессия почему его евреи не принимают это не понимал до сих пор кстати у нас у мессианских евреев и у евреев фарисейских номеры гравинистических нет проблем с тем что вся весь тонах написан для того что пришел миссия у нас с ними разногласия только на тему кто такой миссии то есть каким он должен быть вот это единственное разногласия то есть они считают что миссии еще не было мы знаем что миссия уже был и берем третью главу и вся развязка всей библии все все вести вот вся вот эта книга здоровенная до начинается в третьей главе бытия да и если бы на тот момент когда вот одиннадцатый стих третьей главы и сказал и сказала да бог имеется ввиду кто сказал тебе что ты на и ел ли ты от дерева у которого я который запретил тебе есть можно подумать бог не знал да что он ел от этого дерева но он его спрашивает адам ему говорит это не я это вот ты жена который ты мне сделал вот она во всем виновата то есть он еще на бога наехал если бы он сказал данность простите значит больше не буду и все тогда как бы может на этом все и закончилось бы и вот на 13 главе библии скорее всего все бы закончилось и покаялся он и бог простил ему и жили недальше долго и счастлива пока не пока ними и не это самое не надоело и но то не произошло он начал один начал сваливать на другого 2 на 3 в конце концов из-за кого весь сыр борта собственно говоря из-за сатаны правильно из-за и змея который пришел верить из игры пришел в виде змея и дальше бог говорит приговор женщине и змею пишет вот 15 стих до 3 главы написано и вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее что такое семя мы читаем весь тонах и мы знаем что слово семя употребляется в качестве наследия да то есть и семя аврама вот мы кто мы семя аврама потому что мы его наследники и поэтому здесь написано что между наследниками жены и наследниками твоими положу вражду и вы будете они будут враждовать не только вы вдвоем а но и все остальные и что самое главное здесь написано и она будет поражать тебя в голову а ты будешь жарить его в питу такое впечатление что это такой бесконечный процесс на он будет все время поражать тебя в голубь и все время будете жарить его в питу и вот вот такой инь янь такое до постоянно одно то есть он тебя поражает его жаришь о hingo пожариваешь это бесконечный процесс чтобы на самом деле открываем библию на еврейте и тут написано 3 главе что до положу вражду так пятнадцатом стихе написано повожу вражду между тобой и между женой не между семенем твоим и с именем ее. Дальше написано. Я прочитаю на иврите, а потом переведу это на русский язык. Для тех, кто будет слушать, может на иврите. 15 стих. Вэйва ашит бэн ха лэвэн иша. То есть, я вражду положу между тобой и между женщиной. Убэн зар аха, увэн зар а. То есть, между с именем твоим и с именем ее. Гу, ешу в хорош. Гу, ешу в хорош. Вэ ата ишу фену акев. Он, слово ешу в ха, можно сравнить с русским словом размазжит. Да, он размазжит тебе голову, а ты ужаришь его в питу. То есть, это одноразовый процесс будет. Один раз это произойдет. Теперь, что значит размазжить голову? С чем это связано? Вы себе представляете, там, существо, которому размазжили голову, оно продолжает жить. Ну, только может быть таракан. Он может жить еще там три дня, по-моему, без головы. И то, потому что он умрет от голода. Совсем не потому, что у него мозгов не будет. Так, значит, он говорит, он размазжит тебе голову, а ты ужаришь его в питу. То есть, что получается? В этом стихе сатана понимает, что его конец, то есть, когда он закончится, выйдет из чрева женщины. С этого момента он понимает, что ему необходимо, чтобы от женщины... Женщина в этот момент уже грешна. То есть, у них произошло разделение между Богом и женщиной, Богом и человеком. И женщина в этот момент уже вся в грехе. И из грешной женщины не может выйти что-то святое, что может быть сатану. Потому что сатана, я напоминаю, это ангел, падший. Помним, да, что это падший ангел, языки 28 глава, 11 стиха. И он гораздо сильнее, чем человек, да, он дух. Сам по себе. И поэтому, чтобы убить дух, который не Бог, то есть, который не ангел, нужно что-то святое, нужно что-то чистое от Бога. То есть, там должен быть Бог посередине где-то замешан в этом во всем. И что происходит? Он говорит, значит, если Бог изберет какую-то женщину для того, чтобы от нее родить мне убийцу, да, того, кто покончит со мной, мне нужно, чтобы все чрева всех женщин были осквернены, потому что Бог не может существовать там, где есть оскверненное место. Согласны? Что происходит дальше? Дальше начинается интересная вещь. Ну, я делал такое предположение вчера, как бы я это услышал, я вполне с этим согласен, у меня тоже была такая мысль, если мы откроем с вами 12 главу Евангелия, этого откровения, там написано в конце, что хвост змеиный, да, от дракона, повлек с собой треть звезд с неба. 12 глава, по-моему, там 4 или 3 стих в откровении. И во многих местах в Писании мы видим, что аллегорически всегда связывали звезды и ангелов. аллегорически. Ну, опять же, это мое предположение, с которым, не мое предположение, это предположение некоторых толкователей, которые, с которыми я согласен, ну, оно как бы самое логичное. Если мы говорим, что он смахнул хвостом треть звезд, и они упали на землю, то есть я осмелюсь предположить, что треть ангелов, которые были тогда на небе, он увлек с собой, то есть с ним находится треть ангелов, и они ему служат, этому сатане. И они все бывшие ангелы. Теперь очень важный момент. Как называются посланники Бога во всем Евангелии? Мы знаем, что они называются ангелы Господни. Да? Бог, ну, то есть мы читаем, везде, арахангел, такой-то ангел, такой-то херувим, такой-то, да? Но нигде по отношению к сатане мы не видели, чтобы его называли падшим ангелом. Это уже изобретение церкви, но тем не менее, он когда-то был ангелом. Кто такой ангел? Ангел – это сын Божий. Его создал Бог. Правильно? И теперь давайте отвлечемся немножко от религиозной темы. У вас, предположим, трое детей. Один там старший сын, такой-самый, такой крутой. Второй там сын средний. Он, конечно, ваше произведение, но он что-то вот как-то все больше посматривает на выкрутасы старшего сына. И один сын, значит, старший, который все, вот он там весь в грехе, там сел на пожизненное заключение, весь такой, знаете, такой весь преступный такой и так далее. Но остался средний сын. В доме остался. И вы его пытались оберечь, там и сказали, вот это не делай, это не делай. А он пошел и сделал. То есть фактически стал уподобляться своему старшему сыну. Но он все еще ваш сын. И вы не хотите, чтобы ваш средний сын получал какие-то там рекомендации от сына старшего. Но при всем при этом и тот и другой, это же ваши дети. Правильно? И тот сын, и этот сын. И для того, чтобы вразумить и того, и другого, и чтобы и тот, и другой были искуплены в глазах отца, выражайте третьего сына, который совсем младший, который, вы знаете теперь уже, все, что нужно сделать, чтобы он был абсолютно непорочным. И вы его рождаете. И этот сын должен пожертвовать собой для того, чтобы искупить грехи всех предыдущих сыновей. Но есть одна проблема. Было бы все так просто, да, пришел Иисус, как младший сын, искупил своей кровью грехи всех предыдущих сыновей, и все были бы искуплены, в том числе и сатана был бы искуплен. Правильно? Ну, как бы, если он, знаете, Бог бы его пощадил. Почему мы знаем, что сатана и все его войсства никогда в жизни не будут спасены? Они никогда, они в живых не останутся. Почему мы это знаем? Тебя не слышно? Потому что гордость, наверное, он же возгордился, поэтому он упал. Возможно, но почему же все-таки, знаете, у человека тоже бывает куча грехов, люди, убийства совершают и Бог их прощает. Почему же сатану-то нельзя простить и искупить его? Потому что он сам себя возомнил Богом. Ну, мало ли, есть люди, которые возомнили себя Богом и потом раскаялись. Соломон, например. кто последний видел Бога вообще? Лицом к... Нет. Никто. Адам. Последний, кто видел Бога и общался с ним лицом к лицу именно с Богом. Это был Адам. А до Адама кто видел Бога и знает, что он есть и что он все может и что он сотворил всю Вселенную? Святой Дух. А? Святой Дух. Ангелы? Ангелы, Святой Дух, Ангела. Святой Дух это часть Бога. Я говорю, кто из созданий? Ангелы. Почему мы, люди, которые никогда не видели в Бога, что призывает нас делать Библия? Верить и поступать по словам. Вера и послушание. А почему же теперь получается, что если вдруг Сатан опять начнет верить и слушаться, то он не будет спасен? Потому что он-то видел. Он его видел. Он знает все от начала до конца. Он точно знает, кто такой Бог. И спастись он уже не может, потому что он, зная, кто такой Бог, он во всем при этом пошел поперек Него. И вот вчера было такое очень интересное высказывание сделано. Вот Бог, он властитель, он властитель вселенной. Он Господь, 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 Существующий и Царь Царей. Знаете, вот вчера сказали очень классно, Минахин Калешер объяснил, знаете, что такое Господь, 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 Существующий. Это когда я, например, прихожу к тебе, Владу, и говорю, Влад, я объявляю тебе войну, я наступать буду вот отсюда и наступать буду вот отсюда, а потом приду вот отсюда, а ты выставишь против меня вот эту всю армию для того, чтобы победить. И многие пойдут с тобой, но у тебя нет шансов, потому что я это хочу. Это то же самое, что сделал Бог. Он в сатане сказал, ты сделаешь это, ты сделаешь это, у тебя будет власть такая и власть такая. Читаем откровение, дана ему власть на тем, и дана ему власть на тем, и дана ему власть на тем. Но в конце что происходит? Спускается ангел, замок, цепь на тысячу лет, потом сатана исчезает и больше греха в мире нет, потому что так Бог решил. И он знал, сатана, что Бог может все, и против него никто ничего сделать не может. И он при всем при этом вот такие вот вещи делает. Теперь получается, кто же такие божьи дети? Для меня это было откровение такое, потому что я, например, не понял, почему вот здесь вот издревле славные люди, из-за них нужно было бы убивать. Первое, то, что я увидел, когда открыл Библию, прочитал внимательно то, что здесь написано на иврите. Я еще раз позволю себе прочитать на иврите, а потом вам скажу перевод. Значит, шестая глава, стихи, которые с первого по пятый, да? И здесь написано, что, давайте по-русски сначала прочитаем. Когда люди начали умножаться на земле, у них родились дочери. Почему отметка на дочерях? Потому что конец сатаны должен прийти из чрева женщины, он это знает. И для того, чтобы из чрева женщины пришло что-нибудь, что могло бы его уничтожить, эта женщина должна быть не осквернена. И они начинают вот эти вот духи, ну, демоны и так далее. А мы знаем, что ангелы могут являться во плоти. Это мы читали, когда приходили ангелы к Ивраму и так далее. То есть люди видели при собой людей. Хотя они на самом деле были ангелы. И вот эти вот падшие ангелы, они начали просто принять одно чрево за другим. Одно чрево за другим для того, чтобы они были осквернены, чтобы Бог им не смог любить, чтобы из них не родился ни один способный убить сатану. Для того, чтобы спасти его. И дальше написано. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивые, брали их себе в жены, какую он избрал. Теперь понятно, кто такие сыны Божьи и почему они начали брать их себе в жены. Они являлись просто в виде людей и начали брать их себе в жены. И вот здесь стало понятно и содержание третьего стиха, где написано. И сказал Бог, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они, плоть, будут пусть дни и 120 лет. Обратите внимание, недолго Духу моему быть пренебрегаемым. То есть Дух не может зачать наследника Бога, если осквернено чрево. От кого зачала Мария, Мать Иисуса? От Духа. Там сатана чуть-чуть не успел. Обычно он появляется моментально. Как только есть какое-то желание где-то кого-то родить, он тут же появляется и все портит. Там он чуть-чуть не успел. Там было, ну потому что Бог, он все-таки создатель, он знает точно, что делает. И написано, что недолго Духу моему быть пренебрегаемым. То есть они выходили замуж, эти дочери человеческие, за детей Божьих, да, вот этих самых других детей неправильных. Да? И Дух был пренебрегаем. То есть никто не хотел, невозможно было, что кто-то родил от Духа Святого. Тогда Бог сказал, что пусть дни их будут до 120 лет. Это не значит, что люди будут жить после этого 120 лет. Каждый. Хотя есть такое мнение, что они будут жить 120 лет. На самом деле мы видим, прям тут же открываем, следующую страницу переворачиваем и читаем Ноя. Что Ною было там что-то 600 с лишним лет, да, он там прожил. Да, и жил Ноя так. И всего же дни Ноевых было 950 лет, и он умер. Как так может быть, что Бог сказал 120, а тот, типа, сказал ничего подобного, буду жить 930 лет, что ли? Для чего вот это написано, что дни их были? Опять же, я обращаюсь сюда. Да, и здесь написано, что Бог решил, что всему этому продолжаться, продолжение всего этого, может быть, только 120 лет. Вот этот вот процесс, когда женились дети Божьи на женщинах земных, 120 лет может продолжаться максимум. То есть иначе, если это будет продолжаться дольше, то не останется ни одного чистого чрева, в котором можно было бы зачать человека. Почему? Это мы читаем дальше. Четвертый стих. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Сейчас я пока остановлюсь. Скажите, пожалуйста, если спаривается собака с собакой, кто у них рождается? Себа. Собака. Если кошка с кошкой, рождается кошка. А если начинают искусственным путем скрещивать бульдога с носорогой, кто родится? Мутант. То есть вот эти вот исполины, которые рождались от сынов человеческих, это мутация. Фактически. Это мутация. То есть ангел пришел, спарился с женщиной и получился мутант. Откуда мы это видим? Здесь написано дальше в продолжении. И они стали рожать им. И это сильные, издревлеславные люди. Вот как интересно. Что ж тогда, если они такие сильные, издревлеславные люди, Бог решил землю за это покарать? Я думаю, ну не может же быть такого. Что ж, Бог создал издревлеславных людей и хочет за это землю покарать, что ли? Получилось, что нет. Открываем Библию на иврите. И здесь написано, конец, в конце этого стиха написано. Я прочитаю на иврите, а потом переведу на русский. И вот здесь вот есть, ну то есть и рожали им, стали рожать им сильный, а говорим, сильный ашер меулам анши ашем. Вот это вот слово меулам анши ашем, в общем-то, является ключом к этому ко всему. Слово меулам – это слово, которое можно перевести двумя значениями. Положительным, будем так говорить, и отрицательным. Например, давайте, прежде чем я переведу это слово, анши ашем, слово ашем переводится как одно из имен Бога. Чтобы не каждый раз не повторять Бог, 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 там говорят ашем. То есть ашем – это имя. Когда говорят ашем, это только по отношению к Богу. Поэтому, если в Израиле вы здесь бываете, вы часто можете услышать фразу такую «бейзрат ашем» – с Божьей помощью. И здесь написано, да, и анши ашем, аншей, от слова анашим, или во множественном числе это слово произносит как аншей, это люди. Получается, что люди Бога, да, анши ашем, люди Бога. Но тут написано меулам анши ашем. Вот что такое меулам? Это слово можно перевести двумя способами. Первый способ перевода этого слова такой, что, например, если я хочу сказать, у меня всегда были… Я всегда здесь жил. Да? То есть всегда. От создания. Я могу сказать «хайти помеулам». То есть я жил здесь всегда. Или издревле. Вот это здесь взяли это слово и перевели как издревле. А второе выражение, которое можно перевести словом меулам, например, «он никогда здесь не жил». Можно произнести фразу на еврейском языке как «гулохай по меулам». То есть он никогда не был здесь. И получается, что выражение меулам аншей ашем переводится как «никогда не бывшие Божьими людьми». То есть вот здесь написано «и рожали им». И вот здесь написано «и это сильные издревле славные люди». На самом деле переводится как «сильные люди, никогда не бывшие людьми Божьими». То есть они в Божью программу вообще никогда не входили. Из этого делается простой вывод. Теперь стало понятно. «И увидел Господь, тут написано, что велико развращение человеков на земле. И что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбело сердце его». И так далее. То есть теперь стало понятно, почему Бог собирался уничтожить землю. Потому что здесь появилась эта мутация, которая никогда в Божью программу не входила. Вот эти вот люди, которые здесь написано «издревле славные люди», на самом деле это люди, которые никогда в Божью программу не ходили. Так написано в Библии на иврите. В оригинале. И получается, что теперь ясно, почему он выбрал Ноя, который не был вот в этом. У него была нормальная семья. У которого была нормальная жена. У его детей, кстати. Тогда, когда Ноя выбрал Бог, у него еще детей не было. И ковчег он строил с другими людьми. Скорее всего, были Метушевых, может, Лемах и так далее. И когда у Ноя появились дети, у него появились сыновья, которые взяли в себе в жены нормальных женщин. И поэтому он сказал, что спасутся только восемь человек. Он сказал, ты и твоя жена, трое твоих сыновей и трое их жен. Потому что никто не спасется. И он посадил их в ковчег и всех остальных уничтожил. Даже те, кто строил ковчег вместе с Ноем, они умерли незадолго до потопа. Тут написано, и не знали гнева Божьего. То есть они были людьми, которые Господь взял к себе, все называется. И оставил на земле только Ноя. И вот Ноя за эти 120 лет, которые Бог отвел на то, чтобы вот этот разврат продолжался на земле, создал ковчег. А где написано, что они взяли именно нормальных жен? Ну, потому что они, опять же, они взяли жен. Они взяли женщин в себе в жены. Их женами были женщины. Еще раз повторяю. Начинается глава с чего? Что родились у них дочери. Из-за дочерей брали в жены себе демоны, будем так говорить. А здесь написано, что у него были трое детей, и у них были жены, женщины. То есть они не были в связи с этими вот товарищами, не нашими, которые. Именно они спаслись. Потому что у Бога было очень ограниченное время, 120 лет. За 120 лет он должен был найти себе, кого спасти. А вот сейчас, допустим, вот там происходило все самое такое, да, что дьявол всегда вмешивался, и вот портил женщины, и рождались мутанты. А вот на данном моменте, вот сейчас, где мы живем сейчас, в это время, тоже по сути? Или это уже, как сказать? Были изменения, я думаю, что были изменения на протяжении многих лет. То есть смотрите, раньше люди жили, во-первых, люди жили и женились на своих сестрах и братьях, и все было в порядке. Да, то есть все дети Адама, они для того, чтобы родить детей, вынуждены были жениться на своих братьях и сестрах. Да, то есть тогда не было вот этого всего ничего, то есть не было загрязненного ничего. И впоследствии мы видим, что количество лет жизни уменьшалось. То есть там Ной прожил 900 с лишним лет, потом люди жили по 600 лет, потом по 400, потом по 300, потом по 200, потом по 100, и некоторые даже умирали до 100 лет не дожив. Как до сих пор, что, собственно, происходит. То есть сегодня, как бы, в планы Бога входит следующее, что на земле будет править сатана. А, видимо, ну, как бы, другого варианта нет, потому что Бог не может править на земле, потому что его никто не слушает. А сатану слушает, потому что он может подкупить, он может подстроить что-то. И на сегодняшний день мы называем сатану князем мира, да, то есть который правит миром, или правителем мира. И его правление должно быть закончено когда-нибудь. И это когда-нибудь наступит как раз вот в откровении. Но об этом отдельный разговор, об этом можно часами говорить. Но на сегодняшний день, как бы, мы живем в миру. И написано, Иисус говорит, что мы свет этому миру. Потому что здесь, властвует, написано в послании к Ефе, что наша врань не против людей, а не против плоти и крови, а против сил зла, сил тьмы. То есть мы сейчас живем в мире, в котором весь тьма. И в этом мире мы сопротивляемся тьме. Но на самом деле тьмы же не существует. Тьма – это недостаток света. Поэтому он говорит, будьте светом этому миру. Потому что если нас не будет, то тьма вообще покроет все. Дальше. У Исаии написано, все мы, как овцы, блуждали, каждый пошел в свою дорогу. Почему каждый блуждает? Потому что не видит, куда идти, света нет. А теперь есть свет, мы свет. То есть на сегодняшний день мы просто являемся светом в этом мире. И для того, чтобы произошло спасение этого мира, нам необходимо, чтобы было полное число. То есть, например, если мы имеем комнату, сравнить, комнату большую, зажигая там одну свечку, мы в принципе можем увидеть контуры этой комнаты. Но в ней все еще будет темно. Там будет просто гореть свечка. Она будет частично что-то освещать. Но там будет гореть только одна свеча. Для того, чтобы комната наполнилась светом, вот как сейчас, для этого нужно определенное количество света. Если я сейчас начну закрывать шторы, или как они это называются, жалюзи на окнах, чем больше я их буду закрывать, тем меньше света будет в комнате. И в конце концов здесь настанет темнота. То есть, если мы сейчас не наполним эту комнату достаточным количеством света, чтобы она была освещенной полностью, чтобы здесь был свет, здесь все еще будет достаточно темно. То есть, у человека есть такой критерий оценки в комнате, например, темно или светло. Если мне не хватает света, это не значит, что мне что-то света, никто не скажет, что света не хватает, он скажет, мне темно. Даже если свет есть, даже если я вижу, что происходит в окне, я вижу самый дальний угол комнаты, совершенно чертливо, но я плохо, например, различаю буквы в книге, я скажу, мне темно. То есть, света недостаточно. И поэтому мы сейчас, проповедуя Евангелие, мы привлекаем новых людей для того, чтобы света стало достаточно, для того, чтобы наступило спасение этого мира. Потому что Бог без нас может решить все, он может вот так вот сделать, исчезнет сатана, исчезнет все, но грех останется на земле. Нужно, чтобы люди очистились, для того, чтобы они стали истинным светом. И истинный свет он освобождает. Написано, познайте истину, она сделает вас свободными. Свободными от чего? От греха. А совсем там не от властителей или каких-то начальников и так далее, от греха. Для того, чтобы познать истину, нам нужно для этого быть, постоянно приближаться к Богу. То, что сделал Адам, он удалялся от Бога. Он удалялся от Бога постепенно. А мы должны приближаться к Богу. И своим действием, которое сделал Адам, он сделал разделение, как это называется, границу провел между Богом и собой. А то, что сделал Иисус, родив нас свыше, они эту границу стерли. То есть мы теперь, у нас Бог в досягаемости. Мы можем к Нему в любой момент прийти. Но дело в том, что мы настолько близко к Богу, настолько мало в нас греха. Потому что в присутствии Божьем греха быть не может. Там должно быть все святое. И чем больше мы себя освящаем от слова святость, то есть чем больше мы избавляемся от греха, от греховных мыслей, от греховных дел, от всего, что касается греха, от всего, что касается скверных, тем ближе мы к Богу. И в конце концов придет момент, когда Бог, Он уже нам сегодня простил все наши грехи, прошлые. Но мы все равно чувствуем в себе вот это чувство вины. Вот каждый верующий чувствует чувство вины в себе. Хочет он или не хочет. Не потому, что Он в чем-то виноват. Ведь Он уже все простил. А потому что мы все равно вот это вот бремя греха на себе несем. И в момент вот этого вот суда, который состоится, когда нам будет выдано новое тело, новые одежды, омоют, написано в Исаии, как снег убили все наши грехи, вот в этот момент мы будем полностью святы и сможем войти в присутствие Божьего. А конечно, мы просто к Нему приближаемся. Он в досягаемости. Мы узнаем, где Он и как к Нему прийти. Те, кто еще в нему, то есть те, кто еще во тьме и в грехе, они еще пока не перешли эту черту. Человек не может полностью избавиться от греха, родившись свыше. Это мы читаем в Библии. И Павел говорит, что даже родившись свыше, мы согрешаем. Мы все равно согрешаем, потому что природа наша такая, плоть наша такая. Мы по плоти своей грешны, не по духу. Дух наш безгрешен, мы святы по духу. Но мы грешны по плоти. И поэтому каждый раз убивая вот эти вот плотские свои похоти, которые нас искушают, собственно говоря, мы приближаемся к Богу. Чем больше мы убиваем плоть, имеется в виду не физически убиваем плоть, а плотские похоти свои, тем ближе мы к Богу. Поэтому я говорю, что либо мы мертвы для Бога и живы во грехе, либо мы мертвы для греха и живем в Боге. Потому что жизнь, она вечная только с Богом. Она не может быть с грехом. Грех – это всегда смерть. И поэтому мы должны вот каким-то образом себя каждый день все больше и больше готовить к этому моменту. Потому что мы не знаем, когда придет Господь. Все, что сегодня творится, очень сильно напоминает то, что написано в Откровении. Но опять же, мы можем заблуждаться. Написано «Никто не знает, когда придет». Мы знаем, что произойдет в один из праздников. В один из праздников осенних. А где это написано? В осенних праздников. Ему один. Потому что у Бога есть свои циклы, свои периоды. И когда Иисус пришел, он пришел когда? Он пришел в начале праздника Мацот. Сколько у нас есть периодов? Четыре. Четыре весной, четыре осени. То есть, Ниссан, первый месяц Ниссана, это Новый год, по библейскому календарю. Потом, четырнадцатый Ниссан, это Песах, праздник Мацот. Потом праздник завершения праздника Мацот. Потом, что вот, четыре праздника у нас есть. То есть, Христос пришел и умер на кресте в день Мацот. Вот. Соответственно, вернуться он должен либо когда-то из этих праздников, четвертых, первых, либо вторых праздников. То есть, трубный день, день искупления, начало сукот, праздника шалашей. Или в день первого нетора, это же Миниоцер, который называется. То есть, либо в один из четырех периодов осени, либо в один из четырех периодов весны он должен прийти. Он никогда не придет посередине. Но в какой год это состоится, в какой именно момент, в какую секунду это состоится, никто не знает. Поэтому написано, бодрствуйте. И потом, не забываем, да, что год библейский, он всегда 360 дней. Он никогда не бывает ни 365, ни 366. Он всегда 360, потому что по библейскому календарю в месяц только 30 дней. Больше не бывает. И меньше не бывает. Поэтому весь этот календарь сбился теперь по календарю, по календарю традиционному сейчас 5776 год. Со дня сотворения Адама, да, со дня рождения Адама. И человечеству, в общем, 5776 лет. Некоторые говорят, что с 6000 года начнется тысячелетнее царство. И потом все. Не знаю. Очень много теорий притянули. Надо изучить этот вопрос. Возможно, они правы. Да, потому что многие же говорят, что, допустим, те христиане, которые уже уверовали, они тысячелетнее царство здесь вообще не застанут. Конечно, застанут. Еще как. Я очень хочу прожить здесь тысячелетнее царство. Потому что я лично вот как раз теорию считаю. Важно в каком виде. В виде плотском или в виде духовном я хочу прожить с Христом в тысячелетнее царство. Так а когда же за невестой Господь придет? После тысячелетницы? До. До. Да. Все-таки до. Да. До придет. Если... Есть теория, что до. Есть теория, что после. Ну вот. Причем любую из этих теорий можно по Писанию доказать. Причем очень легко. Что одну, что другую. И даже то, которое в середине придет Господь за церковь, будет Вознесение в середине этого периода, тоже можно доказать по Писанию. Все можно доказать. По Писанию некоторые доказывают, что и гомосексуализм – это хорошо. Ну, такая вот, а как? А как тогда? Просто жить сегодняшним днем и не заботиться о завтрашнем дне, то есть когда придет, когда придет, то есть освещаемся. Ну, такая теория. Есть такая теория, что мы уже спасены, теперь можно чисто сидеть, смотреть телевизор, ничего не делать, все равно все будет хорошо. Но я не считаю, что это правильно. Я считаю, что нужно соблюдать одно из заповедей Иисуса – быть светом и солью. Чтобы быть светом и солью, нужно, чтобы это видели. Свет не прячут под подушку. Мы должны... Вот опять же, почему я избрал личностного роста, бизнес-продюсинга и так далее. Потому что я знаю, что чем больше Господь благословит меня, живущего по слову Божью, тем я стану более влиятельным, знаменитым, чем больше на меня будут обращать внимание, чем больше я буду публиковаться в прессе, там еще где-то. Тем больше люди увидят, что Бог благословляет, как Иосиф. Он жил в языческом мире, но Бог был с ним. И он стал премьер-министром Египта, и Бог был с ним. И он не знал никогда ничего там, никакой ни Торы, ни Нового Завета, ни Ветхого Завета. Бог был с ним, потому что он жил по Божьему, по Божьему слову, будем так говорить, по совести своей. И все люди видели, Даниил тот же самый, когда сколько раз сказал, все поклоняются Богу Даниилу, потому что вот наш Бог что-то не там, а вот его Бог всегда... То есть Бог хочет, чтобы мы были знаменитыми и богатыми, и влиятельными, и поднимались по должностям, и добивались успеха, и чтобы деньги текли к нам рекой. Обратите внимание, все абсолютно праведники Библии, все сказочно богатые. Сказочно богатые люди. Авраам, Моисей, Иосиф, Давид, Соломон, все абсолютно сказочно богатые люди. Бог этого хочет. Почему мы должны идти против Слова Божьего? Но ты только цари. Нет, я не исключаю, я тоже хочу быть сказочно богатым. Кто сказал, что ты не можешь быть царем, царицей? Где написано? Ну, как я буду царем, царицей? Знаешь, я уже говорил об этом неоднократно. Я очень много, когда учился, когда мы проходили опушерство и гинекологию, я очень много раз находился в родине жалов, не повороды. А? Баллотируйся и будешь цариться. На выборах. Нет, Господь против того, чтобы шли в политику. Почему, интересно? Вот это вот нигде не написано. Потому что церковь, она не должна никак не лезть в политику. То есть это все мирское. Церковь не должна лезть, да. А каждый верующий должен. Я считаю, что наш израильский Кнессет должен срочно, нам нужно срочно избирать мессианских евреев. И чем лучше, тем лучше. Но ведь вот как раз-таки Сербор в Украине тоже из-за этого пошел. То есть вот есть дама, которая туда, с этой замечательной косой, тоже как бы туда лезла. И ничего хорошего она тут не вызвала. Причем тут дама с косой? Ну как-то, ну в смысле, ну нет такого, чтобы вот, ну, ну нигде не написано в Писании, что именно вот все верующие должны лезть в политику. И написано, что они не должны лезть в политику. Я не могу сейчас лезть. Нет такого, нигде не написано. Все влиятельные люди Божьи были всегда у верхушки власти. Всегда и везде. Даниил был советником на выходе Носера. Иосиф был премьер-министром Египта. Моисей был главным судьей израильского народа. Арон был главным священником израильского народа. Иисус Новин был пророком главным и вожаком израильского народа. Царь Давид, человек, ну уж по слову моему, да, человек по сердцу моему, как Бог сказал. Он был царем израильского народа. Более того, он был от судьи в следующем поколении. И Соломон. Дальше. Соломон, сын. Иисус. Он не бог израильского народа написано, а царь израильского народа. Ну, он как раз-таки не был царем. Не был царем, но он будет царем. Ему готовен трон царя. Царя и священника одновременно. То есть он вообще будет единовластным. Самого сына Божьего Бог говорит, я поставлю тебя царем над тем, что я создал. Ну, это же немножко другой царь, то есть, ну, не в полит... Минуточку. Жена царя, она кто, рабыня, что ли? А кто жена царя? Царя, жена царя, царица. Ну, царица, да. Мы должны царствовать. Мы должны царствовать здесь, пока мы можем это делать. Потому что, смотри, не влезая в политику, в СМИ, в медиа, ты не можешь влиять на мир так, как ты хочешь на него влиять. Ты не можешь нести Слово Божие. Вот покойный Игорь Никитин, он купил канал RTVCI канадский для того, чтобы транслировать его в Израиле. Потому что по-другому он не мог транслировать в Израиле христианский канал. В Израиле христианские каналы запрещены. Нет, с этим я согласна. Это очень хорошо. Ну, то есть, он же не лез в политику. Он же не лез в... Конечно, лез. И каждый сегодняшний православный, и католический, и протестантский священник старается как можно выше подобраться к власти. Потому что оттуда, с той трибуны, он может нести истину. Именно с той трибуны. Я, кстати, вполне... Вот в одном, с чем я согласен в России, что православию дали такой карт-бланш, что хотя бы так сохранит людей в нравственности. Ну, хотя бы так. Когда проповеди, когда по телевизору постоянно это слово пастыря, там еще... Хотя бы так сохранить. Потому что без этого ты сегодня не можешь. Ты должен быть медийным человеком сегодня в качестве верующего, чтобы донести слово Божие. Ну, смотрите, даже вот если взять Россию, вот этот Алексей, ой, Кирилл, он же, да, он ведет свое слово пастыря, у него своя передача. Он точно так же, допустим, и у вас может она быть. Да, но, по крайней мере, вот... Кирилл... Она есть. Да. Он ведет государство. Поэтому настоятель православной церкви не может управлять государством. Но он может влиять на государство. Ну да, может быть, приближать... Внимание на мелочь такую, когда был парад по поводу 70-летия победы в Великой Отечественной войне, генерал армии Шейгин, выезжая из Спасских ворот, снял фуражку и перекрестился. Да, я не знаю. Это показали всем, на весь мир. По этому поводу столько было возмущений. Но вы знаете, когда это показывают по телевизору, что главной военной страны... Пусть это будет наибрано, пусть надумано, но он верующий в Бога человек... Это очень много значит. Я против православия, как религии. Не как вера, а как религии. Я против католицизма, как религии. Я против протестантизма, как религии. Я против католицизма, как религии. Я вообще против религии любой. Потому что любая религия – это бизнес. Бизнес пытается продать верующим за деньги то, что у верующих и так... есть бесплатно от бога поэтому я против любой религии лучше так лучше так чем никогда поэтому конечно мы должны все время пробираться в политику я честно говоря задумывался неоднократно над тем чтобы создать здесь движение или понятию даже миссианского и баллотироваться я думаю что мы наберем достаточно много людей поддержку потому что как написано в описании нас не к чему ли нас среди нас нет взяточников среди нас нет бандитов среди нас нет ни у кого нет никого с таким явным уголовную прошлым никого не вне в чему length миссианских и они должны быть политики на должны быть невские с этим мы должны вы должны быть везде где можно в сегодня уже очень много миссианских есть полицейских на очень больших должностях но мессианских военных есть очень много на больших должностях офицеров минералов пусть она она проявляется то есть мы несем свет мира хотя бы так сегодня уже мессианские евреи не является неблагонадежным в израиле раньше если ты мессианский еврей все никаких и полиции ни армии ничего не не дай бог что неблагонадежно а сегодня пожар сегодня кто-то там в армии по мессианскому еврею сказал что он там вонючий христианин и вот то есть такие спустили свои позиции это едет бог что-то делает к этому едем вместе с ним каком каком-то поезде куда-то часть едет в поезде в ад комфортабельный поезд очень но он едет в ад а часть едет и присутствует божий я хочу чтобы как можно больше людей хотя бы на ходу перескакивали сейчас в поезд ведущий присутствует божий для этого нужно влиять нужно об этом громко заявлять у нас есть такая певица здесь не зовут шай соль она выступала у нас был типа такого ну как у вас передача голос у нас есть тоже такая передача здесь она выступала она вышла начала свое выступление с того что она мессианская еврейка и она верит в иисуса христа там все сверху такого никто никогда никому не заявлял тем более когда религиозные жюри евреи поэтому бог что-то делает я считаю что вот это вот появление мессианских евреев везде сегодня это очень важно и чем больше мы будем влиять тем лучше для того чтобы влиять нужно быть в влиятельных органах политика полиция армия парламент министерство чиновники все все должно быть охвачено а как же тогда вот элементарного сегодняшний же псалом да где написано что совета получается там же не только будет из но предположим вы да и вы даже если создадите свою команду и вас изберут но любом случае это другие как как вообще вот даже вот это вот 6 по сути это совершенно мирская передача и верующая то есть она же пошла ведьма нести свет да я на более того она пела мессианские песни у нас есть здесь целое движение у нас есть мессианский рок-фестиваль например который проходит каждый год раньше должны подумать не мог а сегодня это просто запросто на рок-фестиваль кого может привести вообще молодежь у нас есть рэперы мне со мной учиться в колледже рэпер поет мессианский рэп я рэп не люблю просто просто не перевариваю это джанр но факт что он поет мессианский рэп он сам пишет слова и очень но слова здесь вот это вот манеру исполнению враг то слова очень очень даже я просто не люблю рэп я не люблю рок но это есть вполне возможно что я конечно я вообще из консервативной такой церкви поэтому для меня это так немножко необычно дико что предположим даже тот же рок я слушаю я слушаю некоторый рок там какие-то роковые композиции я слушаю но как бы я сам жанр например кое-что я слушаю например вот в калифорнии это чистый рок я же его слушаю или windows да чистый рок но я же его слушаю ну вот обычно мы говорим что вот как бы поступил иисус точно так же поступаем да представить иисуса слушающий сидеть тяжелый металл какой-то я не про это рок у многих ассоциируется вот с айси дисси со всякими там пар горького это не тот рок элвис прессе тоже рок-н-ролл да то же сам стриж тоже тоже рок не более того некоторые попсовые исполнители поют рок у них есть конечно что-то дьявольская там у них есть нормальные песни как я вполне например я не думаю что иисус бы там прямо судил больше за песню отель калифорнии например он достал там и сказал все ватт там нет ни вот и песни так просто рекламод всего на всего рекламный ролик которые планируют реально существующий отелка отель калифорнии просто когда этот ролик написали он стал хитом и он стал песне-то бы просто ролик что я вот еду по дороге мне захотелось это отдохнуть на пути встретился мне отель который называется калифорнии а дальше песенной форме описывать какие-то номера какое там питание какой там а персонал какой-то ничего это убийца и песня что там такого бам свет чего-то там мирского нет Просто пусть я сделал рекламный ролик. Но когда его послушал, он стал хитом. Для меня это вообще не понятно. Пока. Ну, смотри. Есть многое на свете другого раций, что неизвестно нашим мудрецам. Но на самом деле есть вещи, которые, да. Есть, например, фильмы, которые я заранее не пойду смотреть. Ну, не пойду. Потому что они в себе несут не то, что... Даже если сам фильм хороший, он может содержать в себе сцены, которые мне неприятно смотреть. Это могут быть сцены насилия, это могут быть сцены сексуального характера. И мне может неприятно досмотреть. Есть граничащие с... Так будем так говорить. Есть шутки, граничащие с консервуатизмом. То есть с ханжеством, я бы даже сказал. С ними у меня нет проблем. То есть, знаешь, это как вот помнишь тот случай, когда тебя там... Чуть анафемы не предали за то, что ты переопубликовала мой пост, который называется там «Секс без контакта» или что-то вроде. Это граническое с ханжеством. То есть я сразу... Дети есть у этого человека, который... Против. Если есть дети, как они у него появились? От Духа Святого, что ли? В любой верующей семье есть мужчина и женщина, которые занимаются сексом. Ну, занимаются сексом они что-то... Дети у них рождаются от секса, а не от Духа Святого, понимаешь? И написано, целая песня, песни написано о том, как нужно заниматься сексом, как нужно проявлять свою сексуальность. Все это написано в Библии. Вот эта книга в том числе, книга о сексе. Просто об этом никто нигде не говорит. И мы сегодня предпочитаем промолчать на эту тему в семье верующих, чтобы, не дай Бог, не поднять этот разговор с нашими детьми. А они идут, послушают от своих друзей всякую гадость или смотрят порнофильмы после этого. Вместо того, чтобы к нам прийти и с нами на эту тему поговорить, в церковь прийти, в церкви послушать на эту тему. Не, ну в церкви, допустим, если пастор собирает молодежь, и там, допустим, есть служение у нас, для неженатых и незамуженных, где молодежь идет и слушает то, что пастор на эту тему. То есть, а я, например, вот как я буду разговаривать со своим ребенком о том, что... Есть такая книга, я тебе пришлю, называется «Быть пастором своему ребенку». Слово. Окей. И если ты не заслуживаешь у своего ребенка достаточного уважения для того, чтобы он пришел, поговорил с тобой и на эту тему тоже, то он тебе просто не верит. И если ребенок перерос в 12-летний период, и с ним ни разу не разговаривал о сексе, и ни разу в церкви с ним не говорили о сексе, то, скорее всего, он больше никогда никого из своего постоянного окружения на эту тему слушать не будет. Он предпочтет послушать третью сторону. Ну, так сложилось. Так в психологии ребенка работает. Да, возможно. У меня есть такое, давно уже просто, я сейчас для этого взял целый курс на эту тему пройти. Я хочу создать служение, которое будет рассказывать, в основном молодежное служение, которое будет рассказывать о том, как нужно заниматься сексом, с какого возраста, в каких обстоятельствах, при каких условиях, как это делать во время того, что есть ребенок, как это делать во время того, что нет ребенка, еще как это делать, когда вы уже в более старшем возрасте, и так далее. Потому что это все написано в Писании. Об этом, обо всем здесь написано. Там написано. Да и кто-то читает... Никто не говорит. Зачем читать? Понимаешь, очень мало кто сегодня читает Библию. В основном все приходят в церковь и слушают пастора. Я уже не говорю про православных, которые вообще говорят, да какая разница там, что в Библии написано. Вот батюшка сказал, это самое главное. Нет, православные, да, православные не читают. Мусульмане не читают Коран. То есть потому что никто не знает арабский. Причем тут арабский? Потому что они не читают. Они еще пытаются уличить тебя, человек, который читает, что ты там находишься под влиянием каких-то людей, которые тебя хотят зазомбировать. Коран, религия сатанистская, от начала до конца. Там ничего божественного нет вообще. И поэтому как бы читают они Коран или не читают они Коран. Но сегодня, я думаю, что самое лучшее, что было создано сатаной для того, чтобы обличить ислам, это ИГИЛ. Вот самое лучшее творение, которое было создано вообще сатаной для того, чтобы обличить ислам, это ИГИЛ. ИГИЛ – это самый лучший показатель того, что такое ислам на самом деле. Не то, что они говорят, а то, что они делают. Потому что, знаешь, можно взять вот это вот, вот эту книгу, и на основании ее тут перерезать по району населения Израиля, забить камнями и так далее. Меня не интересует, что они говорят, мне интересует текст. Покажите мне текст, который они читают. Вот у меня и у вот этого вот ортодоксального еврея, который отрицает все на свете и считает меня там последним преступником перед Богом, у нас с ним один и тот же текст. У него другого Ветхого Завета нет. У нас с ним одинаковый текст. Но я его читаю, понимаю по одному, а он его читает, понимает по-другому. У татарина или узбека, или таджика, или казаха, который ходит в мечеть, у него есть Танах текст. Точно такой же текст есть у главы ИГИЛа. И у того боевика, который голову отрезал только что кому-нибудь, у него такой же текст. Они живут по одному и тому же тексту все. И поэтому пусть не рассказывают, что у нас ислам вот такой, а у них ислам другой. У них плохой ислам. У вас один и тот же Мухаммед, один и тот же текст. У вас все одно и то же. Как же тот ислам может быть хуже, чем ваш? Или наоборот? Понимаешь? Эта религия не от Бога. Поэтому там ничего хорошего быть не может. Сегодня самым лучшим творением сатаны против самого себя было создание этого самого ИГИЛа. И сегодня благодаря ИГИЛу, благодаря вот этим бесконечным жертвам их сверст, очень много мусульман принимают Христа. Очень много. То есть сотнями тысяч. Северная Африка вообще там просто. У них это эпидемии называют. Привет. Алекс Дэйли ТВ. Поэтому как бы, опять же, я никогда не был толерантным, и толерантным никогда не буду. Я буду называть вещи своими именами. Мне говорят, ты с такими взглядами никогда не сможешь выехать из Израиля. А мне не надо. Мне тут хорошо. Тебя туда арестуют в Европе, тебя арестуют в Америке. Мне наплевать на Америку, на Европу. Европа потеряна полностью. Все это. Это исламские талибан там. Это Европа. Америка тоже. Это катастрофа там полная. Сегодня уже Америка построена на принципах христианства, отказывающихся сегодня от Бога вообще уже на протяжении последних 30 лет. Это все потеряно. Зачем мне нужна такая страна? Вот это и есть противление первому псалму ходить на совет нечестивых. Это ездить в Европу. Стоять на пути грешников. Это ездить в Европу. В собрании развратителей. Это ездить за нормальными. Там, где глава лютеранской церкви лесбиянка открыта. Там, где епископами назначают геев. Туда мне ездить надо. Я лучше останусь здесь. Мне здесь хорошо. Здесь потому что нету никакой... Здесь ноль толерантности. С точки зрения... Слава Богу, здесь все законы, касающиеся брака, семьи, похороны, рождения, это религиозные законы. И здесь нет никакой толерантности. Ноль толерантности к однополым бракам. Ноль толерантности к установлению детей однополыми семьями. Ноль толерантности к исламу. Ноль толерантности к исламу. То есть, если ты мусульманин, и ты хочешь жить в этой стране, изволь соблюдать законы этой страны. Верить можешь в Кургут. в европе все все закончилось в европе у меня знакомая из рима она там живет и она не из бедных по кварталам нищим не ходит она очень богатый человек них там вилла на севере рима она говорит по-другому да у нас уже давно ходят в паранжах есть районы через которые например в короткой юбке не пройдешь приме но это не ничего страшного в этом нет как бы это написано последняя империя на секундочку соглашение о евросоюзе подписано в риме поэтому рим от тот же самый евросоюз то же самое римской империи которые на наших глазах разваливается прямо на наших глазах разваливается империи им уже нечем кормить грецию и нечем кормить страны восточной европы ему уже нечем кормить украину они города заходить нам в украину все они поняли сколько это им будет стоять не скоменения не пошутил все прямо в описании как написано вот так и не продолжается еще же написано тер соломон реквизиасте написал что нет ничего нового на эту планете нету ничего но все что все что будет происходить уже было люди повторяют старые ошибки только стар еще новые люди не создают только бокс новая создает бог все остальное создает люди вот поэтому есть такое выражение новое это хорошо забытое старое поэтому как бы абсолютно наплевать какие там у кого у меня есть друзья мусульмане есть но они живут здесь в израиле они соблюдают наши законы служат в нашей армии в нашей полиции и они воюют против радикального ислама вместе с нами вместе с нами иисус они не верят пока подожди новый завет я уже выдался на иврите мусульмане на площади проще убедить почитать и новый завет нежели нежели иудея что в иудейских писаниях мест последних которые были написано что евреев нужно уничтожать до последнего потому что евреи в конце концов будут прятаться за камни и деревья и даже деревья и камни будут кричать прийти сюда православный в правоверный воин ислама убей еврея прячущегося за мной это написано в коране поэтому они прекрасно понимают что что-то не то но у них есть в коране написано про ису иса такой есть у них пророк иса ну иисус короче и они о нем говорят что он пришел на землю чтобы проповедовать царствие этого самый махди или как его там зовут и с ним собственно говоря будет потом мы весь разговор это гузер опять выбил так что все нормально нужно идти говорить правду и те кто пострадают за правду написано блаженный алекс алекс значит я могу предоставить вам эфир но только при условии всем не напишите что вы хотите говорить и на какую тему вообще девчать и я смогу предоставить вам эфир мы с вами не знакомы поэтому влад решил подключиться хорошо давать у тебя что вопросы появились на тему ну хорошо заходите на тему запрашивайте нажимайте на call in я дам вам разговор на тему влад у тебя что-то опять с компьютером или с микрофоном никак не появишь алекс нажимайте на call in алекс ушел ясно ну хорошо так если бы вар если ты не не можешь подключиться то напиши вопрос в чате если он тебя есть если нет вопроса то не пиши вопрос в чате ваня сегодня весь день сидит молчит про нас всякую фигню думает гузель вот пришла да чудо ты опять исчезла вот я говорю что пока ты исчезла я хотел сказать нужно идти говорить правду и не бояться за правду пострадать на правда заключается в том что свет был дан миру номер не захотел нам надо сейчас это делать ну вот а можно этот вопрос про 144 сейчас задаю но я не знаю на него ответ да и для смысл ответ на него надо и гавистов посвечу они думают по этому поводу я не буду гавистов спрашивать принципиально потому что дело в том что мне непонятно их теология на самом деле они вот говорят что нужно попасть 144 тысячи воинов аганса да ну а зачем тогда кого-то евангелизировать выбрали свою набрали бы свои 144 тысячи и вошли бы в армию аганса чего зачем еще их теология очень непонятно но тем не менее это же написано в откровении на нем они много чего написано я как раз вами вчера говорила по тем что в откровении написано много чего но большинстве своем ман видео вещи которые он не мог словами объяснить поэтому у него лошади с головами саранчи и шум от них было как от 1000 колесниц и хвосты у них были совершенно ужасные ну так далее теперь он видел вот этих животных которые окружали престол и сидящего на нем да то есть там написаны вещи которые которых больше нигде не написано то есть мы не можем это расшифровать это коды какие-то какие-то символ мы можем говорить только о фактах на или сопоставлять например вот по поводу женщины которая рожала и видеть была восхищена божьим престолом понятно о чем идет речь даже два раз думать не надо а когда когда речь идет вот об этих колесницах и об этих конях и об этих там других там есть вопросы и на них под ответов в основном поэтому поэтому есть вопросы на которые мы к сожалению не можем найти ответ но пока пока когда будем там узнаем чему сами увидим а еле и вот и прообраз чего допустим если мы всегда читаем что уже в новом завете что вино это прообраз крови который нас очищает да не обязательно а что а елей и вино тогда это масло помазание масло помазание то есть помазание на что-то или получается а и почему именно или и почему именно масло помазание когда будешь вместе с церковью на небо пиши себе что спросить у бога почему такая традиция у нас у каждого будет масса вопросов но нам не когда будет их задавать написано опять же будем с утра до вечера только поклоняться нам уже будет все равно мы будем мыслить другими абсолютно категории другими абсолютно дойти до этого периода сохранить иметь свое спасение мы понимаешь мы в библии ищем не то мы ищем ответы что такое елей то такие животные там какие у нас есть всякие там символы в откровении я считаю что это все не то это все никому не надо но человеческое любопытство потому что все равно хочется железать вперед и знать как дальше будет человеческое любопытство закончилось нам запретным плодом поэтому я думаю что что бог специально написал во многих местах в библии какие-то вещи которые мы не можем понять сегодня чтобы мы стремились к изучению его слова в процессе изучения его слова выходили действительно те вещи которые актуальны которые нужны потому что здесь еще много чего кроме четырех животных или с вином и четырех садиков апокалипсиса есть еще много чего изучать и мы еще много чего не знаем поэтому ну нужно просто что называется что это кого-то вентилятор за работу нужно нужно просто изучать слова нужно стремиться понимать каким бог хочет нас видеть а совершенно не понимать что такое елей с вином там и тогда он мажем нам нужно знать каким бог хочет нас видеть что-то у него глаз попал ясно ну вот как бы сегодня так я думаю что мы на сегодня закончим мы уже полтора часа вмещаем с вами беседы конечно интересно так что учите иврит много интересного узнаете из библии особенно в псалмах даже отличие одного слова в переводе уже меняет смысл весь до нужно знать иногда можно прочитать и в русском переводе правду потому что в иске перевод изменялся несколько раз в пользу раввинов поэтому иногда нужно заглянуть в русский перевод чтобы понять что там написан потому что русские переводились ектуагента септуагентова написано очень-очень-очень-очень давно еще до рождения иисуса то есть там правда написано то есть то как есть а в современных переводов очень много искажено библии найдешь еще сейчас кто-то и дешево и дешево перевод ну надо сильно дальний перевод он переведен септуагенты я имею ввиду детского завета септуагента было написано моему за 170 лет рождения если не ошибаюсь может не помню короче весь ветхий завет и станок был переписан на греческий язык 70 мудрецами и там написано то что было изначально в оригинале не от нас некоторые искажения в том что нет очень много букв если говорить в греческом языке нет очень много слов которых поэтому есть некоторые искажения есть некоторые нарушения хронологические в одном из переводов септуагенты мы считаем мечтаем зашло микрофон что египет пошло 75 душ дома израилев а в здесь в торе написано 70 но мы-то знаем что еще был иосиф с его детьми как бы в септуагенте видимо они были учтены то есть но есть некоторые разногласия но они незначительные а значительные разногласия есть именно вот в современном переводе ветхого завета ну в современном иврите имею ввиду и иврите том потому что в то время когда переделывали тонах для того чтобы его никак не могли обязаться иисусом очень много было изменено очень много было 18 изменений внесено иудеями так что здесь нужно знать получается что наиболее верный вариант это ну в вопросе изучения это брать читать русский и сопоставлять с тем что написано так иврица поставлять это касается и ветховой и завет надо читать греть ветки за ветки здоровья новый завет написан на греческом поэтому нужно читать греческий русский теперь нужно учить и еще и вред еще и греческий да я сейчас учу греческий не греческий современный греческий древний он отличается полностью от современного потому что древний греческий язык это совсем не то что говорят сегодня сегодня я могу прочитать что написано на греческом но я не пойму что написано потому что и разные языки аптеки ну есть слова которые схожи а так в основании так что вот такие вот дела ну хорошо тогда если сегодня вопросов больше нет тогда я думаю что мы сегодня закончен узел помолись за нас за всех прямо сейчас написано многое может молитва праведник просто благословение просим на что хочешь вот пусть я дух ведет господь и слава тебе слава тебе хвалать тебе господь наш сус царь царей господь господь стойщик мы благодарим тебя господь за это время который дал нам возможность господи собраться и расслабить твоего господь и не могу спасибо тебе господь иисус господь мы просим тебя благословения на эту неделю. Благослови Господь все пути Наши, Господь всех caterpill autour. Все наши входы и выходы. Дай нам мудрость и разумение, Господь, ходить каждый день в него. И дай нам быть светом этому миру, Мой Бог. Дай нам светить, Господь Бог, этому миру. Расслабляйся, Господь, с Девами Своими, Слesses, Господи. Мой Бог, не дай нам оттолняться Господь Бог от истины Твоей, как право Можего Господа. Мы надеемся на Тебя, что Ты будешь вести нас, Gaming, Господь Бог на Иисусе. держа нас за левую и за правую руку, Господь, чтобы мой Господь поделил твердый путем на Твои. По слову Твоего, Господь. Иисус, благослови нас в работе, благослови нас всем. Благослови нас, Господь, среди друг другом, благословляй наше общение, и так благодарна Тебе, Господь, и что Ты, Господь, соединился и познакомил нас, и у нас Бог, Господь. Спасибо Тебе, мой Бог, у Тебя нет ничего, Господь, Случайно, мой Бог. И все Господь Бог на пути уже у Тебя ближнего. Существует Господь. Благословенно с вами. Аминь. Аминь. Уж извините, как смогла. Я так особо не оратор. Меняться за молитву не надо. Все. Будем тогда с вами закругляться. И до встречи завтра в 9.30 по Израилю. Будем завтракать с Библии. Все. Всем спасибо. Всем пока.